Здравствуйте! Это информационный выпуск «Сегодня». Эфир ведет Георгий Плиев. Смотрите в выпуске. Отмечаем главный праздник Юго-Осетинской государственности. В этот день, в 2008-м, Российская Федерация признала независимость Южной Осетии. Алан Гоглоев поздравил бывших президентов Людвига Чибирова и Леонида Тибелова с праздником, отметив внушительный вклад каждого в становление государственности. Председатель парламента Алан Маргев принял сегодня делегации российских парламентариев, прибывших в Цкинвал на праздничные мероприятия. Сегодня мы, Южные Осетины, празднуем самую, пожалуй, значимую дату в новейшей истории республики. 26 августа 2008-го стало символом мира, свободы и надежды на упрощение государственности Южной Осетии. Решения, принятые Российской Федерацией 16 лет назад, позволили республике развиваться, созидая будущее, укрепляя позиции государственности. На торжественном собрании по случаю Дня признания независимости прозвучали искренние поздравления в адрес народа Южной Осетии от братских и дружественных стран. В начале торжественного собрания показан документальный фильм нашей коллеги Дзирасы Козаевой под исчерпывающим названием «История нашей победы». В фильме изложена подробная хроника становления юго-осетинской государственности, крайне непростой путь, пройденный народом Южной Осетии. Глава государства в поздравительной речи отметил, что День признания независимости Южной Осетии Российской Федерации – это великий праздник для народа республики, которому пришлось пройти через все мыслимые и немыслимые исторические перипетии, чтобы добиться этой судьбоносной цели. 26 августа 2008 года народ еще не отошел от ужасов войны. Республика оплакивала павших героев и невинных жертв грузинской агрессии. Но в воздухе уже ощущался праздник. Праздник со слезами на глазах. В те дни в Симвале повсеместно видны были следы недавних боев. Несколько тысяч жилых домов, общественные здания были сильно повреждены или разрушены. На участках во многих местах оставалась отбитая и сожженная боевая техника. Сердца людей, потерявших свои родных и близких в дни августовской войны, были наполнены болью и горем тяжелых утрат. В такой обстановке пришла весть о признании Южной Осетии Российской Федерации. Люди, затаив дыхание, слышали слова обращения президента Российской Федерации о подписанном им историческом указе. Как отметил президент Алан Гаглоев, 26 августа 2008 года навсегда останется в памяти народа самым радостным, дарящим надежду судьбоносным событием в новейшей истории. Не бывало еще более радостного и долгожданного события для Южной Осетии. И невозможно выразить словами ту меру счастья, которая переполняла сердца людей. Долгие годы Южная Осетия жила в ситуации войны или угрозы очередного вторжения грузинских войск. В восприятии народа официальное признание Российской Федерации поставило барьер на пути новой агрессии Грузии. Указ о признании Российской Федерации незабисимость Южной Осетии познаменовал важный этап нашего исторического пути к свободе и самоопределению. Несмотря на сильнейшее политическое и силовое давление, по словам президента, народ Южной Осетии протерпел до победного конца, не сдвинувший ни на шаг с безапелляционно избранного пути. Политические деятели республики, народные депутаты, командиры и бойцы отрадов самообороны Южной Осетии, героически защищавшие наше отечество, весь народ стойко и самоотверженно вынесший трудности и невзгоды, каждый внес свой вклад. Все достойны величайшего уважения и самой высокой нашей благодарности. Сотни тысячи наших сограждан отдали свою жизнь ради нашего одежды. Мы помним и чтим светлую память наших героев, сложивших головы на поле буря. Склоняем головы перед воинами России и добровольцами, пришедшими на помощь Южной Осетии и отдавшими свою жизнь ради спасения нашего народа. Преклоняемся перед памятью женщин и мужчин, стариков и детей, которые погибли от рук карателей только за то, что были осетинами. За то, что наш народ не стал на колени. В каждом из наших успехов и свершений особая роль и заслуга принадлежит Российской Федерации, нашему стратегическому союзнику и надежному другу, продолжил президент. Отдаем дань глубокой благодарности Российской Федерации за ее историческое решение, которое открыло новую веру для нашего государства. Признание дало нам возможность самим определять свою судьбу, развиваться в качестве равноправного субъекта международных отношений. Высоко ценим ту всестороннюю поддержку и помощь, которую Россия оказывает в Южной Осетии в решении социально-экономических задач, укреплении безопасности и защиты национальных интересов. Временно поверенный в делах России в Южной Осетии Александр Журов зачитал на торжественном собрании по случаю Дня признания независимости в Схинвале приветственный адрес от имени заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, председателя Единой России Дмитрия Медведева. Его приветствую господину Алану Дородовичу Наглоеву, президенту Республики Южная Осетия. Уважаемый Алан Дородович, примите сердечные поздравления по случаю признания независимости Республики Южной Осетии Российской Федерации. Мужество и героизм осетинского народа, проявленные в период вооруженной борьбы с внешним агрессором, способствовали становлению Южной Осетии в качестве современного суверенного государства. Сегодня российское и югостинские отношения союзничества и интеграции оказывают благотворное влияние на политическую стабильность и экономический рост в регионе. Самопытность Южной Осетии, ее традиции и духовные устои воспринимаются в России как часть общего исторического наследия. Готовы продолжать всестороннее содействие Республики в укреплении ее государственности и поступательном развитии. Желаю вам, уважаемый Алан Дорнович, здоровья и новых достижений, а всем вашим соотечественникам мира и благополучия. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Спасибо вам большое. Казбек Тайсаев выразил благодарность народу Южной Осетии в лице президента Алана Гоглоева за огромную поддержку и помощь, оказываемые России в зоне проведения специальной военной операции осетинскими бойцами. 16 лет назад в Государственной Думе было принято решение депутатами Государственной Думы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. И Российская Федерация, как самая великая страна в мире, начала выстраивать свои отношения с Южной Осетией и с Абхазией как с суверенными независимыми государствами. И с тех пор в Государственной Думе я знаю все вопросы, которые связаны с Южной Осетией и голосуются всегда единогласно и единодушно. Точно так же Южная Осетия поддерживает все руководство нашей страны. Сегодня хочу особые слова благодарности югосинскому народу сказать за тот туружество и героизм, который проявляют наши бойцы на передовой во время специальной военной операции. Хочу поблагодарить народ Южной Осетии, лично Эдуарда Ивановича Гоглоева, президента Южной Осетии, за ту огромную поддержку и помощь, которая оказывается российскому народу в вопросах специальной военной операции. С праздником признания независимости народ Южной Осетии сегодня так же поздравил и Таймур Астускаев. Также сердечно от имени главы Республики Северная Осетия, Миняйла Сергея Ивановича, от имени своих коллег-депутатов парламента Республики Северная Осетия, Поздравляю вас всех, весь народ Южной Осетии, своих братьев и сестер с очередной годовщиной независимости Республики Южная Осетия. Это был долгий, это был очень сложный путь, коллективный подвиг мужественного, отважного народа Южной Осетии. Это были примеры мужества отдельных лучших представителей народа. Это пример глубочайшей преданности идеалам свободы. Торжественное собрание завершилось большим праздничным концертом. Полностью этот сюжет смотрите сегодня в эфире телеканала ИР после вечернего выпуска новостей Абон. Алан Гоглоев принял сегодня бывших президентов Людвига Чиберва и Леонида Тибелова, внесших, по словам действующего главы государства, существенный вклад в становление государственности Южной Осетии. В этот праздничный день Гоглоев вручил предшественникам на посту президента юбилейные медали вознаменования 15-летия победы в Отечественной войне. Также президент встретился с делегациями из дружественных стран, прибывшими на празднование 16-летия признания Российской Федерации независимости Южной Осетии. Президент Алан Гоглоев встретился с экс-президентами Людвигом Чибировым и Леонидом Тибиловым. Алан Гоглоев поздравил своих предшественников, которые, по его словам, внесли неоценимый вклад в дело становления государственности Южной Осетии. Людвиг Чибировым отметил, что этот день является эпохальной датой в истории астинского народа. Российская Федерация 16 лет назад приняла единственное верное решение, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, отметил Леонид Тибилов. Указом президента Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов были награждены юбилейными медалями во знаменовании 15-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Далее глава государства принял делегацию Республики Дагестан. Народы Южной Осетии и Братской Республики Дагестан всегда тепло относились друг к другу. Мы эти взаимоотношения очень ценим, отметил глава государства. Мы всегда чувствуем братскую поддержку с вашей стороны, поэтому еще раз приветствуем вас на земле Южной Осетии. Попрошу передать самые теплые слова приветствия и пожелания Сергею Алиновичу. Всегда рады вас видеть. Республика Дагестан в числе первых после окончания войны в августе 2008 года организовали сбор гуманитарной помощи. И сегодня события, происходящие в зоне специальной военной операции, объединяют снова наших ребят на поле боя. Самое искреннее поздравление от нашего главы Сергея Алиновича Мерикова. Он к вам очень хорошо относится. И в этот раз вдвоем отправили нас и министр экономики и электронного развития Гаджио Русланович. Абсолютно правильно говорить, те отношения, которые сложились не вчера и не сегодня, это исторические отношения между нашими народами. И в те тяжелые дни, и сейчас, тем более, когда вместе развивается Южная Осетия, Республика Дагестан, Российская Федерация, здесь другого и не дано. За большой вклад в развитие сотрудничества Лангаглоя вручил Гаджи Султанову Орден Дружбы. Хочу пожелать вашей республике динамичного развития. Мы уже с моим коллегой Асаматом Айзвардовичем успели переговорить. Я думаю, сегодня подробно поговорим и о нашем потенциале взаимодействия. Почувствуем то, что вот сегодняшняя встреча есть с моим коллегой, который состоится, позволит нам увеличить товарооборот и дальше развивать взаимное сотрудничество. Президент также наградил медалью во знаменовании 15-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрика Муслимова. На встрече с заместителем председателя Комитета по внешним связям города Санкт-Петербурга Евгением Косюрой президент Алан Гоглоев обозначил важность двустороннего сотрудничества. Подписано более 140 соглашений и продолжается укрепление связей с регионами, отметил глава государства. Со своей стороны Евгений Косюра подчеркнул, что сегодня праздник не только для Южной Осетии, но и большой событий для всей России. Если мы владеем в историю 2008 года, в принципе, был такой переломный момент для всех, для России в том числе. Это очень важно, потому что сегодня есть возможность вместе с вами праздновать данную годовщину. Поэтому мы очень рады, что сегодня здесь. Для нас очень важно дальше развивать взаимоотношения. На празднование 16-летия со дня признания независимости прибыли представители Международной общественной палаты Российской Федерации. Глава государства поприветствовал гостей и выразил им благодарность за участие в праздничных мероприятиях. С этого дня ежегодно мы празднуем государственный праздник, проводим праздничные мероприятия, вспоминаем тех ребят, которые отстаивали нашу республику, нашу независимость, отдали свои жизни. И всегда нам бывает очень приятно, когда приезжают наши гости, наши друзья, находятся рядом с нами. Поэтому еще раз благодарю вас, что сегодня находитесь рядом с нами. Южная Осетия строит свое будущее вместе со своим стратегическим партнером Российской Федерацией. Мы настроены на конструктивную, открытую работу вместе с нашими друзьями, с нашими коллегами. Председатель Президиума Международной общественной палаты Александр Альшевский отметил, что высоко ценит усилия Алана Гоглоева в вопросах интеграции Южной Осетии в союзное государство. Кроме того, он подчеркнул, что для них важно быть вместе с нами в столь значимый и знаменательный день. Указом президента члены делегации были награждены юбилейными медалями. На праздничные мероприятия прибыла делегация из Братской Абхазской Республики. «Вместе с Абхазией мы заслуженно добились признания независимости, и это наша общая победа», – отметил глава государства. «Народ Южной Осетии и народ Абхазии пошли вместе один и тот же путь. В одно и то же время сражались против одного врага вместе. В самые тяжелейшие времена стояли, как родные братья друг с другом вместе заслуженно добились признания наших республик. Сегодня делегация Южной Осетии находится в республике Абхазия. Вместе с нашими братьями принимают участие в праздничных мероприятиях, которые проводятся. И еще раз хочу отметить, что мы сегодня очень рады вас видеть у нас в республике». Первый заместитель министра обороны Республики Абхазия Беслан Свишба отметил значимость праздника для обеих республик и тех людей, которые приближали эту знаменательную дату. «От имени нашего народа в Абхазии поздравим 16-е годовщину признания независимости республики Южная Осетия, которая по праву на самом деле является нашими братьями. И мы всегда будем помнить тех, которые приближали этот день». Глава республики встретился также с членами делегации Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Казбик Тайсаев выразил особые слова благодарности бойцам, которые самоотверженно сражаются в зоне специальной военной операции. «Мы просили особые слова благодарности сказать всему народу и нужную осетию за ту огромную поддержку, которую сегодня Россия получила в период проведения специальной военной операции. Я неделю назад был в Донбассе, был в Курске, встречался с нашими ребятами, которые отсюда очень мужественно воюют, очень достойно, большие молодцы, большие герои. И надо сказать, что сегодня то, что представители Южной Сети, плечом к плечу и с представителями Великой России, это большое наше совместное достижение. И еще раз хочу попросить вас поблагодарить всех, кто участвует в специальной военной операции, семьи участников, тех, кого нет с нами, передать наши соболезнования. Мы договорились с Алантом Розовичем, что мы совместно разработаем миро-социальной поддержки семей». День признания независимости Южной Осетии, России золотыми буквами вписан в историю остинского народа и останется, безусловно, в людской памяти, сказал на встрече с президентом Аланом Гоглоевым, председатель парламента Республики Северной Осетии Аланя Таймура Астускаев. «Путь к независимости был сложным. Это результат многовековых чаяний остинского народа. Это мужество и отвага в очень сложных ситуациях, лучших сынов и дочерей остинского народа. Это, безусловно, преданность нашим традициям. И все эти годы – это годы прогресса общественно-политического, социально-экономического, духовно-нравственного. Очень многие позитивные процессы прошли в экономике. Год прошел, мы приехали и видим уже визуально изменения». В завершении встречи члены делегации во главе с председателем правительства были награждены юбилейными медалями. Также стороны обменялись памятными подарками. Яна Плеева, Олимбе Теев, Ринат Медоев. Информационный выпуск «Сегодня». На имя главы государства Аланта Гоглоева сегодня поступают телеграммы с поздравлениями от главы политиков дружественных республик. С днем признания независимости президента поздравили глава Республики Северной Сети Аланья Сергей Миняйло, президент Абхазии Аслан Бжани, руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Пикалев, глава ДНР Денис Пушилин, архиеписко-владикавказский Аланский Герасим, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, генпрокурор России Игорь Краснов, глава Крачаева-Черкесской республики Рашид Тимрезов, а также президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Сегодня же состоялся телефонный разговор Алана Гоглоева, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Медведев поздравил Гоглоева и в его лице весь народ Южной Осетии с 16-й годовщиной признания Российской Федерации независимости республики Южная Осетия и пожелал мира, благополучия и процветания республики. Медведев подчеркнул, что, уважая свободное волеизъявление граждан Южной Осетии, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами, 16 лет назад он принял решение о признании Российской Федерации республики Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства. «Хочу заверить вас, Алан Эдуардович, что Россия продолжит оказывать республике всестороннюю помощь и поддержку», – подчеркнул Медведев. Алан Гоглоев со своей стороны поблагодарил Дмитрия Медведева за судьбоносные для народа Южной Осетии решения и выразил уверенность на дальнейшее всестороннее развитие отношений, союзничества и интеграции между Москвой и Цхинвалом. «В Южной Осетии высоко ценят ваше историческое решение о признании Российской Федерации независимости республики Южная Осетия и будут всегда благодарны за обретенный мир и уверенность в завтрашнем дне», – отметил Гоглоев. И сегодня же к мемориальному комплексу павшим защитникам Отечества возложены цветы. Именно благодаря мужеству и самоотверженности павших героев, героев нации, народ Южной Осетии добился исторического стремления к независимости от вражеской Грузии. Они не забыты, память о них незабвенна из поколения в поколение. Дело их жизни живо в молодых защитниках Отечества, наследующих лучшим качеством старших товарищей по оружию. Елена Газаева, церемония возложения. Знаковую дату 16-й годовщины признания России независимости Южной Осетии в Цхенвале возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества. В этот день в столицу независимой республики прибыли делегации из Российской Федерации, дружественных северокавказских республики и братской Абхазии, которые, возложив цветы, почтили светлую память, отдавших жизнь за свободу и независимость Южной Осетии. Делегация из Дагестана первой прибыла на церемонию. Мемориал защитникам Отечества в центре Цхенвала посвящен павшим за свободу и независимость республики в период с 1989 по 2008 герой, боровшимся с грузинским неонацизмом, обеспечив в итоге безопасность и суверенитет, стабильность и будущее страны. Представители Абхазии, выражая солидарность с народом Южной Осетии, еще раз подтверждили свое братское отношение. С членами правительства и парламента Южной Осетии участие в памятном мероприятии приняли их северостинские коллеги, а также депутаты Госдумы. День признания независимости Южной Осетии 26 августа 2008 года – День памяти и надежды на будущее. Праздник со слезами на глазах. Мемориал защитникам Отечества Южной Осетии, архиважные объекты исторической памяти и благодарности в дань уважения павшим героям. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. Председатель парламента Алан Маргев встретился с делегацией Государственной Думы и парламента Северной Осетии, прибывших в Цкинвал для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 16-летию признания независимости Республики Южной Осетии Российской Федерацией. Приветствую гостей Алан Маргев, поблагодарил их за визит в столь значимый для народа Южной Осетии день. Народ Южной Осетии всегда был благодарен России, высшему правовству России, за то судьбоносное решение, которое было принято в августе 2008 года. Безусловно, этот путь к этому дню для нашего народа, он был довольно-таки долгий и очень сложный, лучшие представители нашего народа сложили головы в борьбе за независимость нашего государства. Их имена всегда будут жить в памяти народа. Сегодня наша республика, она независимое, суверенное государство, которое идет по пути укрепления и развития своей государственности благодаря той помощи, которая оказывается в Российской Федерации. Спикер парламента выразил готовность к всестороннему взаимодействию и развитию договоренностей, подписанных между парламентами. Слова благодарности Маргев выразил председателю Государственной Думы Вячеславу Володину за постоянное внимание и готовность содействовать решению вопросов, стоящих перед республикой. В свою очередь Казбек Тайсаев поблагодарил спикера парламента за теплый прием и передал слава поздравления от руководства Госдумы. Он также поздравил Алана Маргева с избранием на должность председателя парламента и пожелал ему удачи конструктивной работы. Вы знаете, что когда решаются вопросы, связанные с Южной Осетией, в Государственной Думе, никто на политические фракции не делится. Все всегда единодушно поддерживают все начинания Южной Осетии. Потому что мне особо приятно, будучи осетином, я чувствую то любовь, то уважение, то хорошее отношение, которое есть к нашей родной Осетии, к нашей родной Южной Осетии. И я вас хочу с своей стороны, с стороны своих коллег поздравить с избранием. Мне кажется, вам удалось сформировать очень серьезную, хорошую команду в парламенте сегодня. И, вы правильное слово сказали, мы ждем совместной большой работы. Нам предстоит очень много сделать совместно и по развитию социально-экономическому, развитию нашей родной Осетии. Ну и в целом, я думаю, что здесь ни у кого сомнений быть не может, что на сегодняшний день суверенитет Южной Осетии подтвержден самой великой страной в мире, Российской Федерации, самое главное. И теперь только от нас зависит, как народ, жители Южной Осетии будут жить. Все зависит от вашей работы. Мы готовы максимально помогать, поддерживать во всех ваших начинаниях. Сегодня крайне сложная ситуация. Российская Федерация проводит специальную военную операцию, в которой участвуют много жителей Южной и Северной Осетии, добавил Тайсаев. Я сегодня очень активно воюю против фашизма, мирового фашизма. Россия никогда не воевала против Украины и воевать никогда не будет. Россия воюет против тех фашистов, которые в тем военного переворота в 2014 году пришли к власти на Украине. И сегодня натворили те дела, которые натворили. Мы очень благодарны всем нашим ребятам, которые мужественно воюют. Искренне соболезнования он выразил семям погибших, подчеркнув, что им будет оказываться необходимая помощь. Он напомнил, что нужно совместно разработать специальную программу поддержки этих семей. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Далее в парламенте Южной Осетии состоялась встреча с делегацией парламента Республики Северная Осетия. Благодарной памяти нашего народа всегда будет особая благодарность России, высшему руководству России, народу России за то, что в самый трудный момент Россия пришла к нам на помощь и стала рядом с нами. Как отметил Алан Маргев, сегодня республика развивается благодаря помощи, которую оказывает Россия, и подчеркнул, что продолжается работа для развития и укрепления дальнейших взаимоотношений с Российской Федерацией. Для нас большая честь. Такой знаменательный день находиться здесь, отметил председатель Северо-Российского парламента Тимур Астускаев. Талант Эмразович правильно подчеркнул, что это результат многовековой борьбы югостинского народа о своей независимости. Это итог мужества и пременности идеалов свободы лучших представителей югостинского народа. Тимур Астускаев подчеркнул, что в Южной Осетии за годы независимости сделано многое, заметив, что есть позитивные изменения в экономике, в социальной сфере, образовании, культуре и здравоохранении. В том числе и в совершенствовании законодательской деятельности, той деятельности, которая является основой позитивных процессов во всем. И исходя из этого, будем совместно работать над совершенствованием законодательства всей экономики, над совершенствованием законодательства всей социальных отношений. В завершение, Маламарги вручил делегации парламента Республики Северная Осетия памятные монеты Национального банка. Здравствуйте, Кузаева, отца Мазгоглоев. Информационный выпуск сегодня. Для совсем юных представителей осетинской нации, родившихся и живущих уже в независимой, поступательно развивающейся Республики. Сегодня третий год подряд организован праздник в центре Цхинвала. Также сегодня прошла экспозиция работ народного промысла. Подробнее у Оксаны Джиоевой. В день признания независимости в центре столицы Министерство культуры Республики организовало также праздничное мероприятие для детей. Танцы, песни, музыка, различные игры с мороженым, попкорном и напитками. Именно так, как нравится детям, они встретили главный праздник в новейшей истории своей родины. Министерство культуры Республики Южной Осетии организовало детский праздник, который был в ученической родственной годовщине, признание независимости Республики Южной Осетии, Российской Федерации. Мероприятие у нас проходит по улице, это Оргурвал. Оно стало у нас уже третьим по счету. Сегодня мы проводим именно здесь. Принимают участие творческие коллективы нашей республики, циографическая школа студия, Альбеон, музыкальная школа первая и другие наши творческие активные ребята. В позднее случая поздравляю всех с праздником, желаю всем мира над головой и счастья. Праздник открыли маленькие танцоры из ансамбля Ирон, безукоризненно, истинно погорски исполнив осетинский народный танец «Симт». Как следует отпраздновать этот день, ребятне не помешали даже непрекращающиеся дожди. Дети исполняли песни, посвященные республике, нашему народу, великой России. С иронцами-зверстников в этот день порадовали воспитанники гимназии «Альбеон», лицея искусств имени Кольева и детской музыкальной школы имени Тедеева. Праздничное мероприятие для детей в День признания независимости стало уже традиционным за третий год проведения. Праздник продолжился в сквере имени Костахи Тагурова. А здесь прошла ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, на которой представлены работы народных умельцев и ремесленников из столицы республики и каждого района. «Мы предоставили им целлофаны и они, несмотря на такую пасмурную погоду, все же с радостью и радостно представляют свою работу. И надеюсь, что нам помогут, что тот сейчас не будет так сильно мешать. И целлофаны мы откроем, и вы увидите эту красоту, которую они имеют. В целом, кто участвует? Участвует 51 участников, в основном из Тхенвала, есть и из всех районов, и Джавского района, из Квайса, из Нгур есть, и один из Сочи обещал прийти, пока что я его не вижу, но он, надеюсь, придет, подойдет. Ну вот гости из Северной Осетии подошли, и все наши вот умельцы, они, круг расширяется, ассортимент расширяется. Я думаю, что это востребовано». Глава государства Лангоглоев пришел на ярмарку с председателем парламента республики Северной Осетии Аланя Тамуразом Тускаевым, возглавляющим северо-осетинскую делегацию. Свои работы экспонировали не только югостинские мастера, но и их коллеги из Северной Осетии. «Я желаю, что наша родная для нас республика, даже иначе не скажешь, никак такой наш родной народ, чтобы он всегда жил в мире, в здравии, чтобы всегда у вас просветало, начнем с природы. Когда природа просветает, это значит мир точно. Желаю, чтобы и творчество, и творчество, и ваш народ развивался, ваш и наш, и я так говорю, ваш. Никогда не были еще на территории Южной Осетии. Всю жизнь живем, родились и живем в Северной Осетии. Хотелось посмотреть, конечно, на нашего южного брата. Очень понравилось у вас здесь, очень радушный прием, добрые люди, внимательные, дай Бог, чтобы у вас было все благополучно, мира, счастья, процветания. Пусть богатеет и на все, на зависть всем она становится все краше, краше и краше ваша республика. Выставка-ярмарка прошла под эгидой Центра народного творчества при Министерстве культуры. Участников выставки наградят почетными грамотами, вручив им также дипломы участников. Оксана Джоева, Альдина Чехоева, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. В Государственном драматическом театре имени Коста Хитагурова прошла совместная выставка работ художников-живописцев и резчиков по дереву Южной Осетии России. Экспозицию посетила и глава государства Лан Гаглоев совместно с Северо-Осетинской делегацией. Выставка приурочена ко дню празднования 16-й годовщины празднования признания Российской Федерации независимости Южной Осетии. Организатор выставки Министерства культуры Республики Южной Осетии. В документальном фильме Зарины Коучевой, который выйдет в эфир после нашего выпуска, рассмотрен каждый аспект становления независимой суверенной Республики Южной Осетии. Лента подробно рассказывает о том, как народ по крупицам ценой пролитой крови и немыслимых потерь создавал свое государство. С праздником! Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова